Здравствуйте! Это программа «Итоги от Голоса Америки» на канале «Настоящее время» в Вашингтонской студии Рафаэль Сааков. Смотрите выпуски. Две войны. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, отложил визит в Израиль. Из-за утечки Евросоюз предложил начать переговоры с Украиной о членстве депутат Европарламента, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, о том, как Запад намерен помогать Украине и Израилю одновременно. В обход санкций. Владимир Путин посетил Казахстан, от которого нависла угроза вторичных западных санкций из-за предполагаемого экспорта в Россию продукции, используемой в военных целях. Интервью с бывшим премьер-министром Казахстана Акижаном Кожигельдиным. А также пятеро в Майами и не считая Трампа. Третьи президентские дебаты республиканцев вновь прошли без главного фаворита в борьбе за номинацию. В центре дискуссии война на Ближнем Востоке. Подводим итоги очередного раунда с директором программы дебатов Университета Мичигана Аароном Кэвом. Итак, на этой неделе Украина стала еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз. После того, как Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в блоке с Украиной и Молдовой, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата. Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал действия европейских властей правильным шагом и заявил, что Киев продолжит следовать всем рекомендациям даже в военный период. В начале недели президент Украины, как сообщали СМИ, намеревался посетить Израиль, ведущий войну с Хамас. Но из-за утечки данных о поездке она пока не состоялась. Тем временем операция Израиля, которая началась после террористической атаки палестинской группировки на приграничные Кибуцы 7 октября, преодолела отметку в один месяц. Наземная операция ЦАХАЛ в Гази усиливается, несмотря на призывы ряда стран, в том числе США, к гуманитарной паузе. Однако, по словам координатора Совета по нацбезопасности Джона Кирби, Израиль согласился делать ежедневные перерывы на 4 часа, чтобы дать возможность жителям сектора Газа покинуть его северную часть. Израильские власти, в свою очередь, продолжают требовать освобождения сотен заложников, остающихся в руках Хамаса, организации, признанной в США террористической. Про две войны, которые идут параллельно и их возможных последствиях, мы говорили в Вашингтоне с депутатом Европарламента, бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом. Возможно ли, на Ваш взгляд, одновременная помощь со стороны Соединенных Штатов и европейских стран и Украины, и Израиля? И в чем, или точнее даже в ком, на Ваш взгляд, Вы видите основные преграды на пути такой поддержки? Ну, я не вижу каких-то преград таких, либо там финансовых, или военной силы Запада для того, чтобы в то же самое время и победить над террористическим Хамасом, так как Запад вместе с другими арабскими странами когда-то победили против ДАЭШ, Айсиса, или там Исламского государства, как его там назвать, или до этого победили над Алкайде. Так с терроризмом есть только один путь, надо его побеждать. И в то же самое время нужно побеждать и над Россией, потому что, не буду преувеличивать, какую роль в этом всем играет Москва, но я вижу то, что действительно, ну, такой мировой терроризм объединяется Кремлем, в конце концов. И поэтому для того, чтобы уменьшить будущее, какие-то опасности там от, не знаю, от других террористических организаций, от Ирана, от Язбулла или там еще чего-то, нужно побеждать над путинским Кремлем. Но в некоторых западных столицах можно видеть признаки такой боязни, что полная победа Украины против России, изгнание российской армии из территории Украины может привести к распаду кремлевского режима, чему бы вы радовались. Но у Запада есть боязнь, что после этого. Путина не остается, так кто там? Пригожин восстанет, как бы, ну, кто-то подобный. И тогда, как будет выглядеть вся Россия, кто будет контролировать ядерное оружие. И тогда появляется боязнь давать оружие Украине для того, чтобы Украина достигла такой победы. Вот этой боязни надо отказаться. Видите ли вы тенденцию, что Запад уже перестает бояться падения путинского режима? Или все еще по-прежнему вы эти нотки слышите, чувствуете? Эти нотки, они чувствуются. Может быть, их меньше. И особенно вот после этого, после террористической атаки Гамаса против Израиля, как бы, появляется. Вот особенно сильно выступил президент Байден. И тот же день или день после Урсула Фондерлен, когда она здесь была в Вашингтоне, выступила в Грузонском институте, тоже с очень сильной речью. Где вот Украина и победа Украины названа как самое главное. И действительно, я почувствовал, что наконец-то у западного мира как бы появляется лидерство. Чего как-то казалось, что не хватало до настоящего времени. Тут не измеришь, сколько этой боязни там остается. Мы все равно видим, что как бы есть такие признаки в Западе. Вот мы не хотим там провоцировать Путина. Мы там что-то боимся, как он ответит. Из-за этого там и Украина не получает приглашение в НАТО, стать членом НАТО. Но над этим надо работать. И поэтому мы вот очень много работаем. не только с Украиной, мы... Я сам лично инициировал, и мы создали всю сеть парламентариев, что мы называем United for Ukraine, объединенные ради Украины. Там уже более 400 членов разных парламентов. Мы много делаем и вебинаров, и потом продвигаем разные идеи в разных парламентах, которые нужны для победы Украины. Но мы занимаемся очень много и российской оппозиции. Для того, чтобы показать западным странам, что действительно возможность того, что трансформация в России после победы Украины будет двигаться в хорошую сторону, эта возможность действительно она есть. И нужно тоже в ее инвестировать. Нам нужно работать с российской оппозицией, нам нужно помогать ей, нам нужно использовать вот то окно возможностей, которое откроется, когда Украина победит. Ну вот уходит Путин, приходит какая-то власть, может быть еще не совсем такая, которую мы могли бы назвать полностью демократическая. Но я думаю, что вот эта новая власть, она будет пытаться как-то восстановить более нормальные отношения с Западом. То есть вы думаете, даже та промежуточная власть, которая будет после Путина, до становления России демократии, может уже захотеть диалога с Западом? Я бы думал так, конечно, тут, как говорится, Россию умом не понять, и прогнозировать очень трудно, но я бы думал, что да, и тогда уже сегодня мы должны сказать очень четко условия. Как мы будем признавать, что что-то меняется уже в России. И одно из первых условий, это, конечно, свобода политикозаключенных. Наряду с тем, чтобы российские войска были выведены из Украины. В ответ, что потребует, как вы думаете, Москва. Наверняка одним из факторов будет вопрос снятия санкций западных и Европы, и Соединенных Штатов. На ваш взгляд, может ли это быть предметом торга? И на каком этапе вопрос снятия санкций может действительно начать обсуждаться? Ну, это, конечно, мы должны это обсуждать и в Европейском Союзе, и в западных странах, как мы будем готовы к каким-то переменам, и какие условия, и какие поэтапные там наши шаги для этого будут нужны. Поэтому вот и здесь, в Вашингтоне, мы много тут говорили об этом. В Европейском парламенте мы готовим целый доклад, как мы называем, второй доклад по этим вопросам, где мы пытаемся предложить от имени парламента некоторую стратегию Европейского Союза по отношению к России, вот по отношению к тем возможным трансформациям в России, где мы разделяем стратегию на три периода времени. Первый период времени, это, как мы говорим, так полусимболически, год до дня перемен, или дня X, как мы называем, year before. второй период, это день после, вот какие реформы нужны. День или год после? Нет, день после. День после. Первый – это день после. Первый день. Вот это как раз, ну, эти быстрые реформы, которые будут нужны, и которые мы будем по своим критериям как бы и измерять. Вот достаточно признать, что уже что-то серьезное сделано, или там просто только какой-то перемен некоторых лиц и чисто пустословное заявление. И третий – это уже год после, как мы говорим. Вот как помочь, если такая трансформация происходит, и Россия возвращается на более нормальный путь, какая-то есть эволюция к демократии, уже намечаются и свободные выборы, скажем. Наш приоритет очень простой. Мы хотим действительно видеть нашу общую позицию. Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по самым важным для Европы проблемам – это, конечно, Украина, будущее Украины и будущее России. Вот эти две стратегии не должны быть связаны между собой. Мы видим нехватку таких стратегий как на стороне Европейского Союза, так и на стороне Соединенных Штатов Америки. Более широких стратегий. То есть иметь в виду не только Украину, но иметь в виду и более широкие перспективы. Запад должен показывать свою твердость. А твердость надо показывать, во-первых, как раз там, где можно доказать не только России, но и всему миру, что Запад является гораздо сильнее, чем, скажем, та же сама путинская военная машина в Украине. И еще о путинской военной машине. Точнее, о том, каким образом Кремль пытается задействовать в ней соседние государства. В четверг Владимир Путин посетил Казахстан. Произошло это спустя неделю после визита в Астану президента Франции Эммануэля Макрона, который в беседе с казахстанским лидером Касым-Жамартом Такаевым сделал комплимент за отказ встать на сторону Москвы в отношении с Украиной, с учетом, как он выразился, геополитических трудностей и давления. При этом Казахстан может уже в ближайшее время оказаться под вторичными санкциями Запада за предполагаемый экспорт в Россию продукции, используемой в военных целях. Среди прочего, как сообщали ранее журналисты-расследователи, речь идет о беспилотниках и микрочипах. Какие барьеры следует преодолеть нынешним властям Казахстана, в интервью голосу Америки рассказал бывший премьер-министр страны и на протяжении двух десятилетий один из главных оппонентов режима Назарбаева за рубежом Акижан Кожигельдин. Коснулись мы в разговоре и реакции официальной Астаны на конфликт на Ближнем Востоке. В середине октября МИД Казахстана, первым среди государств Центральной Азии, осудил атаку Хамас на мирных жителей Израиля и захват заложников, призвав при этом израильское руководство воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди населения сектора газа. Насколько, по-вашему, прозрачна и однозначна позиция казахстанских властей по конфликту на Ближнем Востоке? Казахстан прекрасно понимает, что ситуация с газой и где укрепился Хамас и использует эту территорию для своей повестки дня, это глобально опасная. И я думаю, что это такая довольно сдержанная оценка, довольно сдержанная. Но мы все прекрасно понимаем, что люди, оказавшиеся в секторе газа, сейчас являются заложниками Хамаса. Они заложники Хамаса. Израиль имеет право на защиту своего суверенитета территории, своих граждан. Если Хамас будут продолжать подпитывать экономически, материально вооружениями, то Израиль имеет полное основание и права добиться, чтобы они разоружились. Но никто ничего не говорит про Хамас, про газу. Газа вообще-то осталась никому не нужной территорией. Вы обратили внимание, что и палестинцев никто из арабских стран не зовет к себе домой, не помогает. Все страны предпочитают, чтобы они остались там, хотят дать им деньги, материальные, хлеб, продукты. Живите здесь как-то, вот только живите. Как вы считаете, что мешает? Политика Египту после долгой борьбы с братьями-мусульманами, которые даже однажды умудрились прийти к власти, у нас же был президент, их опасение заключается не просто в палестинцах. Они боятся вместе с мирными гражданами импортировать экстремизм. Это очень просто, они об этом не говорят. То же самое с Ливаном. Я уже не говорю про Иорданию. А в Иордании палестинцев, которые там осели в лагерях беженцев, по численности больше, чем население коренной самого Иордании. Они не интегрируются, тяжело интегрируются. Газа-то экстерриториально, но ничто. Израиль принял правильное решение построить забор, таким образом себя обезопасить. Как оказалось, это тоже не полная гарантия. И больше ничего. Европейский Союз ведет себя абсолютно бессильно. Деньги проводятся, деньги даются, Израиль критикуется за применение чрезмерной силы, но никто не смотрит, как используются деньги, куда они направляются. Строятся ли там школы, или строятся там подвалы, туннели. Никто этого не проверяет. Война в Украине, это совершенно другая история. Война в Украине, это безопасность Европы. Украина, надо прямо говорить, человек живущий в Европе, хочу сказать. Украина для всех европейцев, это бронежилет сейчас. Сначала российской полномасштабной агрессии против Украины многие обвиняли Казахстан в том, что он является, условно говоря, островком, через который Россия обходит санкции. Вот как с этим быть? Как вы готовы? В отличие от России и даже Украины, которая сейчас в состоянии войны борется со своей олигополией, ведь Запад требует от Киева сейчас не только воевать, но еще закончить борьбу с коррупцией и все-таки вычистить ее. В Казахстане ситуация намного сложнее, потому что только в Казахстане олигархи срослись с властью, и они меняли власть, они ее проводили, ротацию власть, они принимали законы под себя. В Казахстане, в отличие от названных уже республик, у этих людей были свои таможни, можете себе представить, свои переходные, пограничные пункты, то есть штампики ставили, у них до сих пор находятся в распоряжении свои экономические зоны, где взимается определенная маленькая доля налогов, то есть внутри страны еще экономика, мало того, что она темная, она еще и криминальная. Существует два института, в которых Казахстан находится. Это первое, ДКБ, а второе, это, конечно, единое экономическое пространство. Единое экономическое пространство и Единый таможенный союз позволяет России проходить и провозить через Казахстан любые грузы без задержания. Значительная часть российских граждан после начала войны быстренько юридически переместилась в Казахстан, открыла там компания, открыла там банковские счета, практически не переезжая на территории Казахстана. И таким образом, получается, они прогенерируют любую прибыль на территории России, оформляют ее через казахские компании, и в любом направлении могут перемещать капиталы, будь то за рубеж, уже являясь казахскими юридическими лицами, будь то Казахстан. Это очень серьезная программа и очень серьезная ситуация. И я практически уверен, что мы вряд ли, как республика, удержимся долго, дольше, чем до конца 2023 года, и ближайшие первые санкции нас удавляют не просто уже теперь, не косвенно, а прямо. А экономика Казахстана находится под сильным влиянием санкций. Но почему, на ваш взгляд, власти Казахстана не предпринимают максимальных усилий для предотвращения вот этого экспорта. Да, вот 19 октября казахстанские власти запретили поставки 106 наименований товаров в Россию, которые могут использоваться для военных действий. Но достаточно ли это, на ваш взгляд, чтобы избежать санкций, во-первых, западных, во-вторых, чтобы не помогать российской военной машине против Украины действовать? Значит, во-первых, для того, чтобы это сделать, надо постепенно. Вы знаете, у меня такое профессиональное мнение, что если бы эти такие санкции действительно не просто угрожали и начали бы приниматься, вероятное правительство Казахстана начало принимать деятельные меры. Не просто отговаривалось бы. Дело в том, что они не могут на это решиться. Более 7 тысяч километров совместных границ, а перевозить продукты двойного назначения, особенно вот то, что из чего делают чипы и прочее, это просто невозможно отследить. А особенно, если не хотят очень следить. Поэтому корень всего зла захочется в следующем. Надо разбираться с полнотой соглашения в едином экономическом пространстве и то, что приносит ущерб невольно, не Казахстан начал эту войну, эти нормы нужно вводить, выводить из соглашения таким образом, чтобы они не работали временно. А давление военным, то есть, как вы считаете, оно продолжается со стороны Москвы? Пытаются? Убедите вообще, есть ли у вас уверенность в том, что Путин не надавит, условно говоря, на власти Казахстана, чтобы они не присоединились к этой агрессии против Украины? С некоторого времени в политическом руководстве России стали звучать какие-то требования, лозунги о том, что надо было что-то пересмотреть. То есть, предложена была форма «Если вы с нами, то мы дружим, если вы без нас, то мы будем определяться, как с вами быть». Это глубоко ошибочная теория. И если, я не знаю, с Путиным это прекратится или нет, и какое будет следующее руководство, если российские политики не поймут, что мир изменился, и они будут пытаться продолжать вести такую политику, они будут просто отдаляться от нас, и они будут постепенно, постепенно маргинализироваться. Россия три года назад была одной из ведущих игроков во многих международных организациях. Сейчас она в основном сама по себе. Это результат российской политики, российского руководства. Никто их не сжимал, никто их не давил. Есть такая опасность. Поэтому для нас остается одной из краеугольных камней защиты своего суверенитета и безопасности. И в этом отношении я вижу усилия такая, я абсолютно его понимаю. Мы должны быть сильными. Если ты сильный, с тобой считается, нет, так нет. В качестве одного из вариантов завершения, сценариев завершения этой войны, Путина против и России против Украины, рассматривается вопрос ухода Путина или падения путинского режима, на ваш взгляд, будет ли это благом для Казахстана? У меня такое ощущение, что если Путин сдаст свои позиции полнополитические, уйдет, но, во-первых, любая новая власть, это всегда ожидание чего-то нового. Я думаю, что эта кризисная ситуация, она должна разрешиться. И я думаю, что одним из триггеров и главных таких механизмов, которые повлияют на изменения, могут повлиять, это, конечно, завершение войны в Украине и, естественно, восстановление Украиной и его руководством своего суверенитета над своей территорией. Это исключительно важный вопрос. У России никто, Центральную Азию не этимал, Россия заблудилась в своих ориентирах. Она должна пересмотреть, она должна понять, что это больше не Советский Союз. Тема двух войн на Ближнем Востоке и в Украине была также ключевой на третьих в нынешнем предвыборном сезоне дебатах республиканской партии, которые состоялись в среду в Майами. При этом в виртуальной лодке, пришвартовавшейся во Флориде, оказалось пятеро кандидатов, не считая Дональда Трампа. Бывший президент, лидирующий по опросам среди республиканцев, вновь пошел на контрпрограммирование, предпочтя проведение митингов в пригороде Майами дебатам с оппонентами, среди которых, по мнению многих аналитиков, солировал действующий губернатор Флориды Рон де Сантис, выступавший фактически в родных стенах. А во внешнеполитической повестке Тон задавала экс-посол США Боон Ники Хейли, слова которой о том, что мир сейчас охвачен огнем и необходимо четко разграничивать добро и зло, активно цитировались в прессе и соцсетях. Директор программы дебатов университета Мичигана Аарон Келл поделился с нами итоговыми наблюдениями. На фоне двух войн в мире теме внешней политики был посвящен почти час дебатов, хотя обычно приоритетными являются внутренние вопросы. Вас это удивило? Думаю, все, включая телеканал NBC News, ближе к дебатам понимали, что внешней политике будет уделено особенное внимание. За шесть недель, которые прошли с прошлых дебатов, многое произошло. Это и конфликт на Ближнем Востоке с участием Израиля и избрание нового спикера Палаты представителей и обсуждение нового пакета помощи Украине. Хорошо, что было всего пять кандидатов и у них было много времени, чтобы обсудить очень важные события, происходящие в мире. Увидели ли вы разницу во взглядах между кандидатами и республиканцами по вопросам об Украине и Израиле, учитывая то, что они безоговорочно поддержали ответ Израиля на террористическую атаку Хамас? Да, как вы заметили, они были в основном едины в том, что касается Израиля, что нельзя назвать неожиданным, но была небольшая разница в подходах к тому, как реагировать на студенческие акции на территории университетов и как быть со свободой слова. Что касается Украины, есть очевидные большие расхождения между тем, что думают представители истеблишмента, такие как Крис Кристи и Ники Хейли, и позициями Рона Десантиса и Вивека Рамасвами, которые с учетом внутренних проблем с США обеспокоены этими тратами, относятся скептически и хотят, чтобы Европа играла большую роль. Десантис даже сказал, что надо переключиться с темы Украины на Китай, который он считает экзистенциальной угрозой. В то же время Ники Хейли отчасти использовала аргумент демократов и президента Байдена о том, что помощь Украине и Израилю следует объединить в один пакет. Считаете ли вы, что Дональд Трамп, который вновь провел свое мероприятие в одно время с дебатами, не сможет избежать участия в них на последующих стадиях ближе к партийным праймерис? Я не удивлюсь, если он все же появится на сцене. Например, в январе будут дебаты в Айове, затем, возможно, в Нью-Гемпшире и потенциально в Южной Каролине и Неваде. Он не хотел участвовать в дебатах с семью-восемью кандидатами, у которых низкие рейтинги. Но если все сведется к борьбе двух кандидатов, тогда, может, его участие станет возможным, чтобы довести дело до конца и показать, что у него все еще есть энергия для участия в дебатах, как в 2015-2016 годах. И давайте не будем забывать, что он любит, чтобы за его выступлениями следили миллионы людей у телеэкрана. Это все на сегодня от команды проекта «Итоги» на платформах «Голоса Америки» и на телеканале «Настоящее время». С вами был Рафаэль Сааков. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok